Открытие этого заведения ждут около 100 тысяч горожан. Столько пациентов закреплено сейчас за ним. И уже сегодня многие задают вопросы о будущей инфраструктуре поликлиники. Один из самых волнующих людей моментов – какой будет парковка. Мы понимаем, что после того, как запустится поликлиника, эти вопросы будут решать уже поздно, потому что количество обращений до 900 в смену. И мы понимаем, что население будет только расти. Соответственно, эти проблемы будут усугубляться. Самый густонаселенный район города продолжает расти и сегодня. Поэтому к моменту открытия поликлиники за ней закрепят уже 130 тысяч пациентов. Предполагается, что за каждую смену она будет обслуживать не менее 9 сотен людей. О том, как они будут добираться к медучреждению, власти города думают уже сейчас. Как к ней подъехать? Сегодня здесь у нас проходит 5 маршрутов автобусных, есть трамвайные маршруты. Они не дают возможности вот с той зоны застройки подъехать уже сюда. Предварительно вопрос проработан, это будет маршрут 10. Это регулируемый наш маршрут. А регулируемый маршрут позволяет жителю воспользоваться льготными проездными нашими билетами. Еще один момент – благоустройство, прилегающее к социальному объекту территории. Один из вариантов – продлить аллею с деревьями и кустарниками по улице Лазорной. Для удобства пожилых пациентов предусмотрят большое количество лавочек и навесов от солнца. Очень давно ждем этой поликлиники, потому что мы испытываем большие неудобства со старой поликлиникой. Она находится в разных помещениях. И сложно бывает зимой особенно, когда темно и холодно, из одного здания в другое ходить. Это рядом с домом. Я живу вот абсолютно на Балтийской. И пять минут ходьбы – это уже возраст, знаете, ходить уже не так просто. Открыть 14-ю поликлинику для посетителей планируют в следующем году. Современное учреждение будет включать мощную диагностическую базу. Елена Макаренко. День с толком.